Здравствуйте! Время итогов недели. С вами Евгений Симкин. В центре внимания сегодня. Жить будем. Минфин России рассрочил выплату мордовского госдолга. Вместо 20 миллиардов в этом году надо отдать меньше двух. Когда бюджет придет в норму и смогут ли финансисты республики не нарушить условия федерального центра? Купить что-нибудь ненужное. Обзор экзотических госзакупок. Сколько в этом году будет полурядов госпремий, сколько человек получит почетные грамоты и сколько все это стоит? Территории тепла. Почему коммунальные тарифы такие разные в городах Мордовии? Кто платит больше за одинаковое отопление? И возможно ли в принципе подровнять цифры в счетах за ЖКУ по всей республике? Браконьеров стали судить по новым правилам. Теперь за незаконную охоту можно получить реальный срок. Однако в Мордовии убийца трех благородных оленей отделался условным. О моральном кодексе убийцы моралов об ущербе популяции краснокнижных животных. Их соизмеримости вины и наказания рассказывают биологи, лесничие и нормальные охотники. Из малого вырастим великая госпрограмма поддержки предпринимательства как никогда стала доступна региональному бизнесу. Почему только один банк в Мордовии сможет выдавать дешевые кредиты? Какие сферы деятельности получат преференции и на какой срок? В центре внимания нашей программы. Мастер иронической поэзии в конце выпуска традиционно выступит с басней на острую тему. Стихи Сергея Белоключевского о том, кого у нас отдаили по самое не могу. На неделе Минфин России принял решение, которое точно повлияет на каждого из нас. Мордовия получила рассрочку по выплате госдолга. Через секунду подробности. Итак, в этом году Мордовия не должна вернуть федеральное казначейство 20 миллиардов рублей. Эту гигантскую сумму аккуратно размазали по ближайшей пятилетке. Обязательства этого года немного не дотянули до 2 миллиардов рублей. Дальше цифры отличаются у региональных и федеральных источников. Последним доверия, понятное дело, больше. Поэтому давайте вчитаемся в цитату министра финансов Мордовии Алексея Симонова, которую приводит ТАСС. До 2024 года продлен срок возврата ранее взятых бюджетных кредитов из федерального бюджета. Все вопросы с Министерством финансов Российской Федерации урегулированы, судебные разбирательства прекращены. Рассрочка подписана. Речь идет о сумме в 19,5 миллиардов рублей. Республика должна вернуть чуть менее 2 миллиардов рублей в 2019 году, почти 4 миллиарда в 2020, 2021, 2022 и 2023 годах и еще чуть менее 2 миллиардов в 2014 году. История с реструктуризацией огромного госдолга Мордовии начала раскручиваться в конце позапрошлого еще года. Напомню, тогда Минфин России такую процедуру проделал со многими регионами. В прошлом году республика нарушила условия рассрочки. Москва решила забрать 20 миллиардов быстрее до сентября года уже наступившего. Минус 20 миллиардов могли бы обернуться самая настоящая катастрофа для бюджета Мордовии. Это почти все его собственные доходы. И все оказались заложниками этой ситуации. Долги прощать нельзя, как бы это возможно кому-то не хотелось. Но и оставлять в бюджете 20-миллиардную дыру тоже нельзя. В итоге федеральный Минфин принял, пожалуй, единственное возможное решение. Мордовия получила второй шанс расплатиться по долгам не в экстремальном режиме. Источник погашения госдолга – продажи республиканского имущества. И тут самое время снова вспомнить о попытках продать тепличное. Срок подачи заявок на аукцион в конце февраля продлили до середины марта. Почему это было сделано? Официально не говорят, но можно предположить, что заявок на этот аукцион просто никто не подал. Напомню, акции тепличного хотят продать за 4 с лишним миллиарда рублей. Уставный капитал акционерного общества составляет немногим более 2 миллиардов рублей. Также фонд имущества Мордовии намерен продать здание и земельный участок. Фельдшерско-акушерского пункта в Смолькове – это Лембридский район. Здание на рабочей в Саранске. Акции элеватора «Элеком» – это в Рамаданове. И еще несколько не очень дорогих объектов. В любом случае региональная казна получает как минимум передышку. Вместо 20 миллиардов надо найти чуть меньше 2. Ну и солидный стимулирующий импульс для более эффективной работы в будущем. Все же 4 миллиарда в последующие годы – это большая часть бюджета. Он в этом году, кстати, устаканился на уровне 37 миллиардов рублей в расходной и доходной частях. Но режим экономии, несмотря на рассрочку, никто не отменял. Давайте при помощи сайта госзакупок посмотрим, от каких расходов можно было бы и отказаться в этом году. О сколько нам открытий чудных готовит госзакупок сайт. Давайте найдем на нем что-нибудь эдакое. На следующей неделе завершится прием заявок на лоты, связанный с изготовлением полиграфической продукции. Администрация главы Мордовии покупает 15 видов разных бланков и папочек. Самый массовый вид называется «Поздравление главы Мордовии». Одно стоит 150 рублей, состоит из плотной подложки, вкладыши помягче и конверта. Самая редкая и дорогая часть закупки – диплом и удостоверение почетного гражданина Республики Мордовия. Цена комплекта примерно 2700, заказано 5 комплектов. Значит ли это, что в 2019 году пятеро станут почетными гражданами 13 региона? Посмотрим, впереди еще 10 месяцев. Еще из интересного – 5952 человека в этом году посетят торжественные приемы в общем порядке, а 470 получат особые приглашения. Разница в цене – обычной по 43 рубля, особой по 80, но очевидно в статусе приглашаемых персон. Вся эта куча одноразовой полиграфии стоит более 2,5 миллионов рублей. Продолжим бумажное изыскание. Региональный центр закупок в середине марта должен определиться, у кого купить белую бумагу для министерств, ведомств и госструктур. Цена вполне земная, начальность составляет 48 копеек за лист. Эта закупка интересна другим. Сколько бумаги за год переводят республиканские чиновники? И кто делает это активнее всех? Итак, 23 ведомства испишут 2,560,000 листочков формата А4. Безусловный лидер здесь – администрация главы Мордовии. Им нужно 350,000 листочков для счастья. Второе место у Министерства ЖКХ. Это понятно, отрасль проблемная. Очень много жалоб, и на каждую надо ответить очень подробно. Не удивлюсь, если им на бумагу придется дополнительно скидываться. Третье место – Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства. Здесь тоже все понятно. Дороги у нас не в лучшем состоянии, писать надо много. Лучше бы, конечно, ремонтировали, но это уже такие риторические вещи. В следующий раз поговорим. А кто же у нас меньше всех марает бумагу? На последнем 13 месте – централизованная бухгалтерия, учреждения физкультуры и спорта. На предпоследнем – Мининформсвязи. Им нужно 35,000 листочков бумаги. Судя по всему, это министерство таки сумело внедрить электронный документооборот. А бумажки нужны лишь для связи с внешним миром, совсем не цифровым. На госзакупках чего только нет. Покупают сувениры, колбасу и говядину тоннами, мантии для судей, ершики для унитазов, 92-й бензин по цене сотого. Тема очень интересная, и мы к ней еще не раз вернемся. Своими находками можете делиться с 10-м каналом в социальных сетях. Самое интересное обязательно покажем. Коммунальные счета в этом году очень многих неприятно удивили. Цифры там стали больше. Коммунальщики говорят, что все из-за роста ставки НДС с 1 января до 20%. Между тем, в Мордовии цена за единицу коммунальной услуги очень сильно отличается от города к городу. Если взять за точку отсчета Саранск, увидим, что Рузаев самотопление обходится в полтора раза дороже. Водоотведение в два раза. Горячее водоснабжение на 21% выше. Холодное – почти на 9%. А в Ковылкине квартплата стала настолько высокой, что люди вынуждены продавать трех-четырехкомнатные квартиры. Потому что небольших зарплат и пенсии не хватает на оплату коммунальных услуг. Почему же так выходит? И неужели в зависимости от района тепло, например, получается разным? Законы физики здесь ни при чем. Все дело в законах экономики. В них пришлось разобраться Людмиле Чекалу. Жители Мордовии возмущены высокими квартплатами, которые с начала этого года для многих стали просто неподъемными. Особенно в районах республики. Рузаевцы, мягко говоря, удивлены, почему они должны платить за тепло и воду существенно выше, чем жители Саранска. Живем мы по одному законодательству. Получаем одни и те же пенсии. Почему такая разница в тарифах на конкретно, например, на отопление? Отсюда еще один вопрос, который люди адресуют своему правительству. Как прожить на такие маленькие пенсии с такими высокими тарифами? Настоящий шок Рузаевцы испытали в январе, когда увидели квитанцию за декабрь. В прошлый месяц мне принесли квитанцию 9 тысяч, пенсии 12 тысяч. Вот я отдала за квартиру, а жить на что? Лекарства на что покупать? Моя пенсия составляет 9 тысяч рублей, из которой я должна оплатить ЖКХ и оставить себе еще на какое-то проживание, на еду, на минимальную еду, потому что на больше не остается. В компании «Мордовская электросеть» пояснили, что в январе люди заплатили так много, потому что квитанция пришла за 39 дней – с 23 ноября по 31 декабря. Зато в январе нужно будет заплатить за 22 дня. Но и эта сумма немаленькая. С 2019-го тарифы на услуги выросли на 2% в связи с ростом НДС. Поэтому даже за неполный месяц плата за отопление в Рузаевке составила около 3 тысяч рублей. И это поставщики объясняют возросшими расходами предприятия. Три основных компонента, которые нужны для производства тепла – это природный газ, электрическая энергия и холодная вода. Соответственно, все прекрасно понимают, что ни стоимость природного газа, она не стоит на месте ни электроэнергии, ни холодной воды. Соответственно, повышаются энергоносители, повышаются все расходы, которые несет дополнительное предприятие. Объясняя разницу тарифов между городами, рузаевские тепловики не без зависти говорят, что в Саранске-то есть ТЭЦ, которая, вырабатывая электроэнергию, производит много практически дармового тепла. И жителей там больше. Поэтому и расходы делятся на всех понемногу. И если для саранчан стоимость одной гигакалории составляет 1720 рублей, то для рузаевцев 2180. А с июля вырастет еще на 2% и будет 2225 рублей. Чем больше бы к нам пришло потребителей, тем меньше бы был тариф. Сейчас строятся дома и переходят на индивидуальное отопление, что тоже сокращает нашу реализацию. А еще жильцы дома 17 на Солнечной рассказали, что кроме коммунальных услуг, с каждой квартиры взимают по 700 рублей в год за газовое обслуживание. При этом ремонт газовых плит и колонок жильцам говорят производить за свой счет. Чуть не плачут люди, оплачивая капитальный ремонт. Его стоимость тоже повысили, а крыши не ремонтируют. Платим, конечно, мы очень много, это уже говорить нечего. Все мы пенсионеры и все, вот я, например, на группе тоже нахожусь, все. Но я уже 7 лет добиваюсь, чтобы мне сделали крышу. Капремонт платим, ведь это такие огромные деньги, да? А крыша текет. Похожая ситуация и в Ковылкине, если не сказать еще хуже. Любовь Пронина всю жизнь проработала на стройке. Рассказывает, как таскала тяжелые ведра с раствором. Ее бригада штукатурила все дома в этом микрорайоне. И за такой труд ей назначили пенсию в 8 тысяч рублей. Почти всю ее Любовь Аркадьевна, как и большинство остальных пенсионеров, отдает за коммунальные услуги, многие из которых оставляют желать лучшего. У нас течет крыша. У меня вся ржавчина в квартире. Никому ничего не надо. Говорю, что снег хоть снимите. Никому ничего не надо. Плачем по 6 тысяч. Я получаю 8 тысяч всего. И посмотрите, что творится. Это невыносимая жизнь уже пришла. Невыносимая. Просто невыносимая. Одни олигархи себе дома строят, квартиры, а нам ничего. Плата за квартиры побольше людям вообще не по карману. В соседнем, 18-м доме на улице Есенина, за трехкомнатные квартиры люди платят по 8,5 тысяч рублей. А за четырехкомнатные – почти по 10. Оплата неподъемная оказывается. И даже очень многие в нашем доме продают квартиры из-за того, что четырехкомнатные квартиры, там до 10 тысяч доходит оплата за жилье. И продают. Вынуждены продавать. А все потому, что тарифы здесь одни из самых высоких в республике. И с января стали еще выше – 2317 рублей за одну гигакалорию. При том, что зарплаты в провинции ниже, чем в столице. Ковылкино – третий по величине город Мордовия. А вот по тарифам на коммунальные услуги он занимает лидирующие позиции. Местным жителям обещали, что с введением в эксплуатацию новой котельной они станут меньше платить за отопление. Но по факту получилось совсем наоборот. Этой зимой по сравнению с прошлой платежи за тепло выросли почти вдвое. В январе прошлого года у меня было 4171,48 копеек за отопление. В этом году у меня за отопление 6409 рублей. Получается 75%. В декабре у нас было 3409 в прошлом году, а в этом 5989. Получается 75%. Я заплатила на 75%. Не может же на такую сумму увеличиться на столько процентов отопление. Столько тепла людям даже не нужно. По словам жильцов, в январе у них дома было до 33 градусов жары. Приходится постоянно держать открытыми окна. Но это не выход. С открыванием форточек у нас тут много поболело. Я сама лично болела. Поэтому вот такая ситуация. Сейчас немножко уменьшили тепло. Но все равно у меня в квартире в одной спальне 29 градусов, а в остальных комнатах 27 градусов. И нас беспокоят эти тарифы. Мы оплачиваем улицу. Эти вопросы мы адресовали ковылкинским тепловикам. Они пообещали, что уровень тепла скоро отрегулируют. Просто новая котельная в третьем микрорайоне функционирует первый сезон и только налаживает свою работу. А вот снизить тарифы обещают лишь в том случае, если снизятся цены на газ и электроэнергию, что вряд ли произойдет. Поэтому ковылкинцам тоже остается лишь завидовать Саранску, у которого есть своя ТЭЦ. Чтобы тепло было дешевое, я предлагаю газ дать примерно копеек по 50 за кубометр. А электрическую энергию примерно по 4-5, ну по 50 копеек тоже. Вот тогда будет дешевле тепло. А у нас 7 рублей куб ганжа и 7 рублей киловатт электрической энергии. И хочем, чтобы тепло дешевое было. Саранск отапливается в основном от ТЭЦ. Что такое ТЭЦ? ТЭЦ – это выработка электрической энергии. Производство электрической энергии. Вот в тепле уже заложено то, что они произвели электрическую энергию и продали ее. А тепло является побочным продуктом. Они его просто продают уже по остатковой цене. В республиканской службе по тарифам говорят, что разница в платежках за услуги вполне обоснована. И подробно объясняют это в своем письме, которое пришло в ответ на запрос 10 канала. От видеоинтервью руководитель службы Алексей Рязанов отказался, наверное, опасаясь неудобных вопросов. А вот жители Саранска, которым так завидуют в глубинке, тоже очень удивляются своим тарифом. И спрашивают, почему, если тепло для них вырабатывается практически даром, плата за него совсем не шуточная. Да, ниже, чем в районах, но неоправданно выше, чем могла бы быть. Просим правительства обратить на это внимание, потому что ПАО «Плюс», они монопольные организации, и что хотят, то и творят. То есть они берут, например, с ТЭЦ-2 по тарифу 700 рублей за гигакалорий, а с нас берут уже 1700. Директор компании «Энергосбытплюс» Елена Чайка общаться перед телекамерой тоже наотрез отказалась. С формулировкой «Вы все покажете не так». Видимо, не так, как хотелось бы ей. Но обещала прислать письменный ответ в течение семи дней. Будем ждать. Как ждут простые жители республики хоть какой-то защиты и, в конце концов, справедливости от тех, за кого голосовали и на кого так рассчитывали. Председатели домовых комитетов юго-западной части Саранска собрались, чтобы обратиться к правительству с единственной просьбой – считаться с мнением людей. Прежде чем поднимать тарифы и нашему правительству, если у них зарплата выше 200 и там 300, надо считаться зарплатой пенсионеров с прибавкой. Нам Путин дает правительство одной рукой, а наше правительство тремя всеми ресурсообращающими компаниями снимают нам эти все добавки. И мы остаемся всегда с тем пришли и тем уходим. Прибавка к пенсии с января 2019-го у большинства пенсионеров составила не больше 700 рублей, а цены и коммунальные платежи увеличились в разы. У нас общежитие, комнаты маленькие, 14 квадратов, 15 квадратов и 10 квадратов. Ну а квитанции нам приходят, мы платим как за однокомнатную квартиру по 2000. Жители, получив такие, извините, платежки, они очень расстроены, потому что зарплаты маленькие, пенсии маленькие. Как прожить? Я плачу за свою квартиру 4245 рублей только отопление. Итого 8200. На лекарства надо, одеться надо. Есть у нас и другие нужды. Мы что теперь только должны вот, извините, услуги платить и все, больше из дома не выходить. Мы уже культуру забыли. Не ходим ни на концерты, ни в общественные такие платные мероприятия. Никуда. Всех жителей республики объединяет одно желание, чтобы обязательные платежи составляли не больше трети от их доходов. И здесь есть два пути. Либо повышать доходы всего населения, а не только отдельных граждан, либо сдерживать цены на товары и услуги не так, как сейчас, а так, чтобы люди не страдали. Тогда и поставщики услуг не будут восклицать, что так много неплательщиков в сфере ЖКХ. Людмила Чекал, Владимир Ильин. Программа «В центре внимания». В телевизоре не ошибка. Морал – это благородный олень, внесен в Красную книгу. Главный враг. Когда-то это были волки, но сегодня можно уверенно утверждать – это все же люди. Браконьеры. Одного такого на неделе судили в Рузаевке за убийство трех особей благородного оленя. Суд был во многом показательным. С недавних пор в качестве наказания можно получить реальный срок. Но наш Фемид решил иначе. Браконьер получил два года. Условно. О моральном кодексе убийцы моралов, об ущербе популяции этих животных и о соизмеримости вины и наказания рассказывают биологи, лесничьи, нормальные охотники и наш Павел Степаненко. Август прошлого года. В Рузаевском районе застрелили трех самок морала. Это один из подвидов благородного оленя, занесенный в Красную книгу Мордовии. Убили их с особым цинизмом. Не пожалели даже родившегося весной олененка. В республиканском лесничестве говорят, случай из ряда вон. Это первый случай незаконной охоты на нашу практику именно на благородного оленя. Были случаи охоты незаконно на пятнистого оленя, но он не занесен в Красную книгу. Но тем самым тоже является уголовно ответственным деянием. Кто стрелял, нашли быстро. На скамье подсудимых Сергей Катков. Это он. В одиночку подкрался к пугливым и очень осторожным животным. Сумел каким-то чудом убить всех троих, не дав им разбежаться после первого же выстрела. В общем, этакий терминатор охотничьего мира. Такое бы мастерство да во благо, но нет. Получается только ущерб. Ущерб был нанесен огромный в виде трех самок оленей для республики Мордовия в связи с тем, что практически сейчас в единичный случай встречаются только благородного оленя. Благодаря тому, что на территории Мордовии охотопользователи содержат данных животных в вольере, потом в дальнейшем выпускают в естественном среду обитания, тем самым пополняя популяцию в охотничьих годах Мордовии. Геннадий Тулаев работает как раз в одном из таких охотничьих хозяйств. Оно расположено в Кадошкинском районе. Помимо прочих животных, здесь содержат и больше 70 моралов. Встречи с ними нам не обещают. Уж очень недоверчивые благородные олени к людям. Зато следов показывают множество. Утром стадо приходило к этой кормушке. И много рассказывают. Чтобы дождаться потомства от морала, это надо прожить пятилетку. Потомство появляется через 5-7 лет. Уже у взрослых особей. И все эти годы нужно не просто ждать, а работать. Кормить, охранять, наблюдать. Как-никак морал в наших краях гость. Хоть попытки его акклиматизации и имеют большую историю. Морал у нас не обитал никогда. Он был завезен в Мордовский заповедник в 1937 году. Через 3 года завезли гибридную форму. Сказать это морал или благородный олень достаточно сложно. Содержался олень в вольерах. Затем в 1945 году его выпустили. И в природе он на территории Мордовского заповедника был до конца 20-го столетия. После чего случаи регистрации уже неизвестны. Эти кадры мы снимали здесь же год назад. Тогда на Мордовскую землю прибыли 50 алтайских моралов. Их, конечно, не выпустили сразу же на свободу. Они и сейчас содержатся в вольере. Что же касается убитых особей, то Геннадий уверяет, они не из его подопечных. Это все-таки моралы не с нашего, как назвать, не с наших угодий. Возможно, кто-то еще занимался содержанием моралов. Может быть, даже в Пензенской области. Но у нас случаев прорыва или разрыва сетки не было. Значит, были где-то еще. Причем расстояние, в принципе, не играет решающей роли. Для благородного оленя преодолеть за день несколько десятков километров – дело обычное. А вот то, как закончили свою жизнь конкретно эти три особи – случай вопиющий. И с точки зрения закона, и с точки зрения морали. Охота на них вообще закрыта, так как они занесены в Красную книгу Республики Мордовь. Охота полностью запрещена. То есть любая, независимая от того? Да, 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 любая. А если это какое-то частное охотничье хозяйство, которое… Нет, на территории Республики Мордовь, если занесено данное животное в Красную книгу, охота вообще не открывается, лимит на них не утверждается. Я зоолог, я не охотник, конечно, мне очень сложно понять людей, которые стреляют в животных, тем более в природе. Но биологическая природа человека, охотничьи инстинкты, они заложены. Поэтому, конечно, охота, она должна существовать, но не в форме браконьерства. Тем более оленуха и с детенышами. Я не понимаю, как у человека поднимается рука. Человек просто не осмысливая всего вот этого, что этот зверь где-то находился в вольере, да, где-то, может, кто-то сделал упущение, вырвался на свободу, и увидев это благородное животное, просто как поднимается у человека рука, нажать на курок, выстрелив в морал, я не знаю, это бесчеловечно. Зато суд по отношению к браконьеру оказался достаточно гуманным. Штраф-то ему впаяли будь здоров, почти по полмиллиона рублей за каждую положенную оленью голову. Была и угроза отправиться за решетку на срок до пяти лет. С июля прошлого года наказание за незаконную охоту ужесточили. Но с реальным сроком не срослось. На нем даже гособвинение не особо настаило. Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года. С лишением права заниматься деятельностью, связанной с поиском, выслеживанием, преследуемых охотничьих ресурсов, их добычей, первичной переработкой и транспортировкой, то есть охотой, сроком на три года. К основному наказанию в виде лишения свободы применить статью 73 Уголовного кодекса и установить испытательный срок для Каткова два года шесть месяцев. В пользу Каткова сыграли исключительно положительные характеристики, смягчающие обстоятельства, явка с повинной и сотрудничество со следствием. Ну и, наверное, еще проникновенное последнее слово. Свою лину полностью признаю, чистосердечно раскаиваюсь и прошу не лишать меня свободы. Если кто не понял, то вот это лицо раскаившегося человека. После условного заключения ему еще три года нельзя будет ходить на охоту. За это время может многое измениться. В Кадошкинском районе, например, в 21-м году планируют часть благородных оленей выпустить на волю. Выращивая моралов, у нас цель, чтобы выпустить в дальнейшем их в живую природу. Чтобы в Мордовии обосновалось это животное. Чтобы что-то живое осталось после нас, чтобы это увидели наши потомки. Дальнейшая судьба освобожденных мордовских моралов очень сильно будет зависеть от того, как сложатся их отношения с главным врагом. Когда-то им считался волк, теперь человек. Павел Степаненко, Александр Данилов. Программа в центре внимания. На неделе Минэкономики России опубликовал обновленный список российских банков, что участвуют в программе поддержки малого и среднего бизнеса. Среди 70 российских банков лишь один региональный. Это Активбанк. Это значит, что малый и средний бизнес в Мордовии получит доступ к дешевым и длинным кредитам. А правила игры не поменяются в ближайшие 10 лет. Что в принципе даст стороне нацпроект поддержки предпринимательства и как вырастить свой бизнес. Продолжение темы Юль Пурновой. Вот самые последние данные Росстата о смертности малого бизнеса в регионе. Только 3-5% малых предприятий живут больше трех лет. Остальные закрываются в первый же год. Основные проблемы – отсутствие стартового капитала и скептическое отношение банков при кредитовании. Ольга Антонова свой цветочный проект развивает больше 10 лет и поясняет, каким образом удается выкручиваться в условиях тотального дефицита длинных и дешевых кредитов для малого бизнеса. В сезон или перед 8 марта необходимо перекредитоваться, чтобы пополнить оборотные средства. Иногда их не хватает. Проблема в том, что некоторые банки просят отчетность, которой мы не всегда занимаемся. Допустим, не у всех ИПшников, индивидуальных предпринимателей есть упрощенка. Многие на ЕНВД, если попроще, это отчетность налоговая, с метра квадратного – те, кто ведут розничную торговлю. Поэтому банки зачастую могут и отказывать. Тогда предприниматели берут просто как обычные потребительские кредиты, у которых, соответственно, ставка будет намного дороже. Ставки для малого бизнеса всегда были гораздо выше, чем для крупного. Сейчас эта цифра составляет порядка 13%. А если оформлять на физическое лицо, то и до 27% доходит. И это выше уровня рентабельности. Крупным отечественным банкам почти не интересен малый и средний бизнес. Особенно при получении кредитов до 3 миллионов рублей. Банкам интересны кредиты порядка 500 миллионов рублей. В результате малыши вынуждены уходить в потребительские кредиты, закладывать личные квартиры или занимать у родных и друзей. Если говорить про финансы, вот сегодня это финансовая поддержка, там низкие кредитные ставки есть. Послезавтра их может не быть, ну потому что что-то изменилось. И получается, что в этом случае предприниматель может оказаться еще в худшем положении. Потому что тот, кто рассчитывал на какую-то господдержку и строил бизнес, исходя из этого, он в нормальных условиях, скажем так, может затеряться, может разориться. Президент в своем послании к Федеральному собранию говорит о потенциале малого бизнеса, который до сих пор не получалось раскрыть. Более 70 миллионов человек трудятся в промышленности, в сельском хозяйстве, в сфере услуг. Ведут небольшой бизнес. Их доходы, благополучие, уверенность в будущем прямо связаны с ситуацией в экономике нашей страны. И чтобы добиться устойчивого повышения оплаты труда, в первую очередь нужна качественная занятость и свобода для предпринимательства. В рамках нацпроекта по развитию малого бизнеса Минэкономики России запускает учрежденную в декабре 2018 года программу льготного кредитования. Она рассчитана до 2024 года. Процентная ставка для предпринимателей составит от 7,75% до 8,5%. У нас запланировано за шестилетний срок выдачи более 10 триллионов льготных кредитов по ставке. Ключевая ставка плюс 2%, но не выше 8,5%. Конечная ставка для заемщика. Уже в следующем году у нас по плану мы должны превысить по этой новой программе 1 триллион рублей. Однако до 2019 года госпрограмма откровенно пробуксовывала, ведь получить кредит предприниматели могли только в 15 банках страны. Теперь в исправленную версию программы помощи малому бизнесу вошли и региональные банки. На неделе Минэкономики опубликовал обновленный список кредитных организаций. Среди них лишь один банк из Мордовии. В феврале 2019 года состоял заседание комиссии по отбору полномочных банков. И было отобрано 70 банков из 29 субъектов Российской Федерации, в том числе Активбанк. Единственным из региональных банков Республики Мордовия вошел в данный перечень. Критерии отбора просты. Банк должен давно работать, что называется, на земле, иметь хорошую репутацию и устойчивость. Программа рассчитана до 2024 года. На пополнение оборотных средств малого предприятия Активбанк готов выдать от 3 до 100 миллионов рублей. На инвестиционные цели от 3 миллионов до 1 миллиарда рублей. Сроком на 10 лет. В течение года 8% это было незаметно, это было не грабительский кредит, это для меня было бы благом. Приоритетными отраслями программы названы сельское хозяйство, обрабатывающее производство, в том числе производство продуктов. А также производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Строительство, туристическая деятельность, связь и информатизация, деятельность в сфере здравоохранения и образования, коммунального хозяйства, гостиничное и ресторанное дело, культурное и спортивное направления, бытовые услуги и розничная торговля. На момент заключения кредитного договора заемщик должен относиться к субъекту малого и среднего предпринимательства. Причем это не обязательно на весь период действия программы, а именно на момент заключения соглашения. Есть требования к ним, к потенциальным заемщикам, то есть это отсутствие задолженности по налогам и сборам, отсутствие просроченных платежей по иным кредитным договорам. Заемщик не должен находиться в стадии ликвидации банкротства. То есть то, о чем так долго мечтали представители малого бизнеса, кажется, начинает сбываться. И теперь, когда понятно, что правила игры не поменяются внезапно, можно взяться за большие инвестиционные проекты. Мечта создать что-то вроде не садового центра в Мордовии, а вот именно центра, где люди могли объединить садоводов, огородников в Мордовии, где они могли бы меняться, где были бы максимально дешевые цены. На это бы, да, я бы потратила эти деньги. Может быть, это было бы осуществление моей мечты. Юлия Парунова, Павел Толобаев. Программа «В центре внимания». Время традиционной басни в тему от Сергея Белоключевского. Сегодня мастер иронической поэзии расскажет о нелегкой судьбе колхозной коровы, которая и не корова вовсе, если, конечно, подумать. Набрав свой стаж, пока еще здорова, могла бы уйти на пенсию корова. Не дали. Ей сказали, ты куда? Для пенсии ты слишком молода. Ты в возрасте, но есть в тебе силенка. Могла бы ты родить еще теленка. Гляди-ка, даже вы мне обсохла. Да издавай, покуда не издохла. Беднягу валерьяны отпоили, и года три потом еще доили. Своилась-то на дойке у бидона. И сдохла, не дожив до пенсиона. Пока молчишь безропотно, поверьте, доить вас будут вплоть до самой смерти. Наш выпуск пошел к концу. Смотрите нас на 10-м канале. И помните, наша телекомпания останется в эфире на прежнем месте, независимо от приключений цифрового вещания федеральных каналов. На следующей неделе наша программа делает перерывы за праздник. Увидимся 16 марта в привычное время. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин